Продолжение следует... Что здесь? Когда-то они... Шесть! Штаны, которые выжирают людям глаза. А когда они сделают с тобой это черное дело, они просто... Уходят прочь на своих жутких ногах, штанинах... Самое интересное? Брось ты! Я что, по-твоему, совсем болван? Склеит яиц не кладут. Это чушь! Хи! Надуть меня хотел, да? Хе-хе-хе! Девушки отдыхают... Что здесь? Да я... Они... Это... Лежат себе... Точно! Точно! Ты тоже про них слыхал? Штаны, которые... А когда они сделают с тобой это черный... Другим про это лучше не говорить. Зачем нам паника? Надо кого отдубасить? Только намекни! А! А! Что здесь? Они... Это... Лежат себе на... А когда они сделают с тобой это черное дело... Самое интересное? Ээээ... Проклятие! Слушай, я же наверху неполных два года! Я понятия не имею, что у вас тут водится! Ну... Доберусь я до этого якобы... Уж он у меня попляшет! Они... Это... Лежат... А когда они сделают... Ээээ... Проклятие! Они... Они... Это... Будет сделано! Гляди в оба! Что здесь? Они... Это... Лежат себе на земле... Точно! Что? А когда они сделают с тобой... Другим... Они... 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 Лежат себе на... А когда они... 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 Хорошо, командор. Что ж, тогда за дело. Орлей прислал в башню дюжину стражей с наказом ждать твоего прибытия. Почти все погибли при налете, а Кристоф до сих пор не вернулся. Орлесянских стражей тревожило, что порождение тьмы с окончанием мора не ушли под землю. Кристофа отправили кое-что выяснить. Две недели назад он в спешке куда-то ушел. Насколько мы могли судить в город, в Амарантайн? Не так уж много там мест, где бывают приезжие. Я бы проверил трактиры и таверны. Рассказывал, но не мне. Стражи с посторонним не откровенничают. Только это и требовало неотложного внимания. Что еще тебе угодно, командор? Всем чем пожелаете, сэр. Обычно Синишаль крепости занимается повседневными делами. Если случится что-нибудь серьезное, я вам сообщу. Мы зовем ее просто башней. Ей уже много-много лет. Говорят, сначала здесь построили крепость варвары Аламари, чтобы сдержать вторжение тевентерцев с побережья Недремлющего моря. Говорят, этот замок буквально построен на костях. Здесь многие погибли. Надо кого отдубасить? Эй, я... Слушай, я тебе хочу сказать спасибо, что спас сегодня мою задницу. Ну, тот самый тип. Ну, он все... А я такой... Но тут в меня стрела воткнулась. И тут я как рухнул. Это было... А ты был там и весь из себя такой... Ума потрясающая. Я хочу выпить за тебя, командор. За... За... Ну, так что там насчет... Того самого, а? Я обдумывал свой замысел. Грандиозная стая мабарий на колесницах. Толковал как-то на эту тему с твоим псом. Его, похоже, не впечатлило. Штука в том, что серые стражи смогли бы выставить себя круче и привлекательней. А то всякие считают, что мы такие мрачные и костные. А дамочки обожают колесницы. О, да. Надо кого отдохнуть. Я это сделаю. Эй, ты! Вон ты! Да, да, ты! Ты, конечно, пройдох хоть куда, но в мою голову тебе не влезть. Ох, не влезть! Ты... Вечно ты шепчешь и зудишь. Знаю я, что у тебя на уме. Только шиш сработает. И я вот тебя... Ага, ага. Пытаешься отвлечь меня разумными объяснениями? Меня не дурачишь? Надо кого отдубасить? Надо кого отдубасить? Только намекни. Может, пойдем уже? Да. Неужто командор серых? Точно. Какое-то время назад в башне поймали воришку. Вчетвером еле скрутили. Одному стражу он фингал под глазом успел поставить. Они шутили, что хороший рекрут получился бы. Он в каземате, сэр. И еще у меня есть несколько писем. Прибыли незадолго до вас. Подождите минутку. На этих порождений тьмы я истрадил все свои припасы. Да, это не так уж и ход. Вынудить меня, меня! Тащиться в эту чудовищную... Вынудить меня, меня! О, стражкомандор, позвольте вам представить мастера Вейда. Наилучшего... И наимерзлявейшего. Я уже пальцев не чувствую. Наилучшего оружейника в Ден-Риме. Я подумал, то есть мы подумали, что вам может понадобиться оружейник. Это был мой звездный час. Венец моей карьеры. А теперь торчу в какой-то башне трения. В башне бдения, Вейд. Не трения. Извините, командор. Вы же его знаете. Мы сюда на время перебрались. В окрестностях Амарантайна порождений тьмы больше всего. Мы подумали, что сможем помочь. А деньги из королевской казны тут, значит, ни при чем. Изготавливать оружие и доспехи для простых солдат. Что за унижение! Раз уж нам предстоит такое плебейское занятие, то, верно, в Амарантайне и приличных металлов не сыщется. Есть тут Сильвери и Твериди. Или нам предстоит вернуться к бронде? Или, может, к каменным топорам? Вейд, в общем-то, прав. Больше всего он счастлив и быстрее всего работает, когда ему брошен вызов. Если наткнетесь на какие-нибудь залежи руды, дайте нам знать. О, разумеется. 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 Отлично! Командор? Значит, это люди построили? Брат сказал, вам нужен каменщик, но что дело так плохо не говорил. Я вообще удивляюсь, что дома в Фералдене от ветра не падают. Порождение тьмы тут серьезно порезвились. Но думаю, крепость и до них еле держалась. Ваш санишалис дал указ, пообещал дать народ и золото, чтобы отстроить крепость. Но это же до смешного мало. Думаю, чтобы отстроить крепость по человеческим стандартам, этого будет достаточно. Но кому это надо? Какой камень в этих краях, я пока не знаю. Но народу точно понадобится больше. Слушай, настоящих умельцев, а не каких-нибудь доходяк, хорошо? Все упирается в деньги. Оно будет того стоить, Страж? Удачи всем, кто пытается починить стену! Башня выстоит! Что случилось? Давай ты у нас будешь грязная подземная вонючка. А ты грязная волшебная вонючка! Стараюсь как могу, зато я не пивной бурдюк на ножках, рыгающий каждую минуту. А я не трусливый подлиза, что ластится всем подряд. Точно! Нам надо создать общество имени друг друга. Девушки отдыхают, что ластится всем подряд. Девушки отдыхают, что ластится всем подряд. Когда закончим починку, поговорим. Не хочу вас тревожить, командор, но возможно в крепости еще остались порождения тьмы. Позвольте объяснить. Вы знаете Дворкина? От бомб этого сумасшедшего гнома тряслась вся крепость. Подземелье местами обвалилось. Я подозреваю, что кое-где порождение тьмы могло отрезать завалом. Рано или поздно они прокопаются наружу. Сию минуты, сэр. Мы на месте. Крепость уходит глубоко в землю. Очень глубоко. Туннели здесь осыпаются уже не одно десятилетие. И взрывчатка трехклятого Дворкина им на пользу не пошла. Слышали приказ командора? За дело. Вам туда. Кто знает, что там впереди. Мы будем здесь. Ты же не считаешь серьезно, что смешно шутить, правда? Кажется, муха опять зажужжала. Право слово. Дай-ка я расскажу тебе о своей жизни одним словом. О нет! Не забирайте меня обратно в башню. Я там зачахну и сохну. Я не только гном, я еще и болван. Послушайте, как я... ...пукаю. О нет, злой храмовник! Дядя, дядя, зачем тебе такой большой медь? Фу. Не играй с огнем, сынок. Скорее! Продолжение следует... 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 не стоит нам здесь время терять а командор хорошо что вы здесь этот парень уже три дня под замком хорошие люди гибли а он тут за решеткой отсиживался в безопасности как пожелаете командор я скажу синишалю что вы пришли он захочет узнать что вы решите насчет этого заключенного смотрите как то тут великий герой победивший мор и все зло на свете я думал в тебе теперь 10 футов роста и молнии из глаз сыплются мне казалось убийца моего отца выглядит более впечатляюще я натаниэль хоу моя семья овладела этими землями до вашего появления ты хоть помнишь моего отца мой отец служил герою дэйна и дрался с арлисианцами но моя семья потеряла все когда я пришел сюда то собирался тебя убить подстроить западню но потом решил просто забрать кое-что из семейного имущества это все что у меня осталось если ты хочешь спросить знал ли я о его планах то нет я в это время служил оруженосцем в вольной марке слушай я знаю что ты герой война выиграна трофеи отходят победителю так но чтобы не сделал мой отец это не должно отражаться на всей семье все хоу что остались живых стали изгоями и все из-за тебя а теперь ты решаешь мою судьбу какая ирония да просто мечтаю пойду немедленно попрошусь на службу к королю алистер он наверняка даст хоу шанс себя оправдать порождение тьмы это угроза если бы не мор отец быть может никогда бы не поступил так но я не могу с ними ничего поделать верно здесь в моем доме только ты с серыми стражами если отпустишь не знаю я вернулся фэрол дэн всего месяц назад наверно в этом случае я опять сюда вернусь и во второй раз ты меня уже не поймаешь рот хоу известен фэрол дэне уже двенадцать поколений мои предки служили у самого каленхада а теперь все кончено так что давай делай что собирался уже замечательно командор я привел к вам синишаля я смотрю вы поговорили с нашим гостем нелегко с ним верно решили что с ним делать хоу значит они снова вылезают на свет хоу наши заклятые враги командор вы что простите командор право призыва на заключенного нет ни за что лучше повести трудно сказать вам нужен серый страж желающий вашей смерти так и не понял то ли мне оказали доверие то ли наказали любопытное решение командор идемте со мной сэр увидим переживете ли вы посвящение отныне и впредь ты серый страж на даниэль хоу момент истины этот хоу сильнее чем я думал он будет жить не знаю в добру ли командор лорды амарантайна пришли принести присягу вам и ордену серых стражей это бывшие вассалы эрла рэндона хоу теперь это ваши вассалы кто-то из лордов откровенно не любил рэндона но другие возлагали на него большие надежды аккуратнее здесь командор дамы и господа позвольте вам представить стража командора ферал дэна и эрла амарантайна мандо бан эсмерель амарантайна согласно обычаю имеет право начать я бан эсмерель клянусь жизнью и честью я буду хранить верность эрлу да не подниму я оружие против эрла и его наследников так говорю я пред лицом создателя обещаю что я лорд эддэл брек и на этом церемония завершена да здравствует стаж Рады познакомиться, Командор. 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 Рады познакомиться, Командор. Рады познакомиться, 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 Командор. Рады познакомиться, Командор. Рады познакомиться, Командор.